Всем привет! Давайте рассмотрим бокс-мод от компании SMACARE Perfect на 40 ватт термоконтролин. Приходит к такой коробочке из плотного картона, здесь указан цвет мода, модель, то есть коробка идет общая также и на 30-ваттный бокс. Ну и здесь параметры указаны 40 ватт, от 0.1 Ом до 2 Ом поддерживаемой и 200 градусов по Фаренгейту до 6.100. Здесь SMACARE, здесь штрих-код, здесь предупреждение о том, что для лиц старше 18 лет и комплектация. Букс-мод, кабель для зарядки, инструкция. Ну и тут написано COIL. Ну, сейчас мы посмотрим. Итак, открываем. Сам бокс-мод в пакетике. Инструкция. Инструкция это громко сказано. Здесь просто указаны параметры. Назначение кнопок описывается на английском языке. Ну и предупреждение тут. Чего не надо делать. Так, здесь написано от 0.16 Ом до 2. Хотя здесь было написано от 0.1 Ом. От 1 Вт до 40 поддерживается мощность. И вольты от 1 Вт до 9.9. 510 коннектор и размеры его 80 мм на 41 и на 22. То есть ширина 22 как раз под стандартный атом и подходит. Сделан из алюминия. Батарея 18650 несъемная. 2200 мА. Ну, при желании ее нужно будет все-таки заменить. Если понадобится. Здесь мы имеем кабель для зарядки и так называемый комплектный койл. На самом деле это кусочек никеля. Из которого нужно намотать. Ну, две спиральки точно можно намотать. Так, давайте это пока все спрячем. И рассмотрим сам боксик. Ну, вот он выглядит. Это серебристого цвета такая поверхность. У него, ну, не матовая. Она как бы текстурированная немножко такая. Perfect 40 TC. Smack Air. Здесь кнопки управления. 510 коннектор. Пин попружиненный. Пин попружиненный. Ходит легко. И довольно-таки ход большой. Снизу USB. Ну, и чтобы заменить в будущем, если понадобится батарея, это нужно будет открутить эту крышку. И снять аккумулятор. Поставить новый какой-то свой 18650. Давайте включим. Hello. Так, видим сразу обозначение. Обозначение. Значит, здесь мы видим заряд батареи. Снизу температуру в Фаренгейтах. Сверху сопротивление атомайзера и установленную мощность. Регулируется мощность кнопками плюс-минус. Ну, достаточно быстро. До 40 ватт. Пятью нажатиями мы можем заблокировать. Выключить его не получится. Он выключается через время сам. По-моему, через одну минуту он погаснет полностью. И его нужно будет пять кликов включить. И идёт запуск именно мода. То есть не так, как сейчас, вот разблокировка. А именно он выключается полностью. Ну, в принципе, это нормально. Так, в заблокированном состоянии, если нажать кнопку Fire и Miss и удерживать, то можно выключить стелс режим. Точно так же и можно его выключить. Если удерживать кнопку Вверх и Флайр, можно перевернуть экран и вернуть его обратно. Если удерживать кнопку Вверх и Вниз вместе нажатыми, то мы заходим в режим регулировки температуры. Если пора отмотать его до конца и нажать ещё раз вверх, то мы его отключим. Нажимаем кнопку Fire. Разблокируем. 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 И в этом режиме мы можем только заблокировать эти кнопки, удерживая их вместе. И точно так же разблокировать их. К сожалению, как заблокировать сопротивление я не нашёл, но, в принципе, термоконтроль работает. Итак, давайте проведём тест на сухой вате термоконтроля на никеле. Вот у меня такая спиралька есть намотанная. Так, нажимаем Fire. Спрашивает новый койл, да? 0.13 сопротивление. 460 градусов по Фаренгейту, 35 ватт. И давайте попробуем. Мы видим, как падают ваты. 1.1. Тут особо больше ничего не происходит. Давайте ещё раз. Сразу падает мощность. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь ватка слегка такая, посредине поджаренная. Я думаю, при работе со смоченной ватой проблем не будет. То есть, можно сказать, что термоконтроль здесь рабочий. Давайте. Давайте, чтобы убедиться, не меняя режимов, просто смочим немного лодку. И так. И сделаем запуск. Вот, всё работает. И потом ваты начинают падать. Свечка. Свечка. И всё. Вот. Еле-еле заметная полосочка здесь. Вот здесь заметно немножко. Есть посредине. Ну, можно сказать, что термоконтроль здесь работает. Если после этого накрутить какой-либо атомайзер на кантале и нажать кнопку Fire, то он спросит опять, новый ли это койл. Если нажать «Да», начать парить, то мы видим, что он сам переключается в режим варивата. Вот, мы видим, что фаренгейты, которые были внизу, сменились на значение вольт. Ну, я думаю, что это, в принципе, удобно. Ну, что ж, в целом, нужно сказать, что мод работает нормально. Есть у него небольшие огрехи именно на плате, в плане управления. И как бы не отточена ещё сама система. Но он работает, он поддерживает термоконтроль нормально. Он выдает свои заявленные 40 ватт. И, в принципе, для новичка будет плюсом даже то, что здесь встроенная батарея. Сам я не люблю встроенной батареи, но если человек начинает парить, он берёт такой мод, он может его заряжать через USB. Ему не нужна зарядка. Аккумулятор здесь уже встроенный, который, в принципе, можно потом поменять. То есть, для новичка одни плюсы, в общем-то. Есть небольшая задержка при нажатии кнопки Fire. Совсем небольшая. Намного меньше, чем у 30-ти ваттной версии. Там, конечно, задержка просто выморожил. Здесь это всё более-менее нормально. И, в принципе, за такие деньги, что за него хотят, думаю, это вариант неплохой. Думаю, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok